Плохо, 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 он не работал, он вообще ничем не мог заниматься, он находился в тяжелейшей эндогенной, можно даже сказать, меланхолической депрессии. А вот с добавлением, скажем так, этого окскарбозепина, это трилептал, когда вы почувствовали, или вообще, скажем так, связанное, это мы сейчас уточим с добавлением или нет, но, скажем так, на монотерапии долоксетина не было, значит, никакого, значит, эффекта, значит, никаких тенденций. Когда же вы все-таки впервые, значит, обнаружили, что как-то ситуация начала сдвигаться с места в лучшем направлении? Ситуация начала сдвигаться где-то, наверное, в мае месяце, сильно не спеша. Сильно не спеша, медленно, да. Сильно, не спеша, медленно, да, просто была боль, также сопровождала и вечером, и утром, просто она была уже не такой остроты, не такой концентрации. И, да, то есть она все равно, поскольку, не знаю, в силу, может быть, своего характера или еще какого-то, ну, большого желания жить, то, что меня все это, ну, во время течения всей этой болезни спасало и держало, то есть я клоню к тому, что эта боль, которая испытала меня и которая стала меньше ближе к маю, она была более-менее, как сказать, ну, сносной, что ли. Несносной, а терпимой, более-менее переносимой, терпимой. Да, более-менее переносимая, терпимая, да, абсолютно верно. Уже значительно, уже на долгий промежуток времени меня она даже покидала, и я ее не чувствовал, и на этом фоне это вот как опоясывающий эффект стягивания головы вместе с этим депрессивным эффектом. Безнадежность и всего прочего начала где-то уходить, где-то, наверное, в сентябре, в октябре, наверное, месяца, примерно. Двадцать первого года. На фоне приема, на фоне приема шестидесяти. На фоне приема этого, ну, имеется в виду трилептала. Нет, так вы же продолжали принимать, или я вам отменил долгокситин? Нет, вы мне долгокситин не отменяли, я продолжаю в связке его принимать, продолжал и продолжали. Значит, 60 миллиграмм, вот сентябрь двадцать первого года, 60 миллиграмм долгокситина, и какая доза была трилептала? Трилептала была сначала, по-моему, 150, потом 300, потом сколько-то, сколько-то, и в итоге мы поднялись до 600. До 600, то есть 300-300. Я вам не рекомендовал до 1200, нет? Такого не было? Я все-таки уже путаю. До 1200 нет. Хорошо. Значит, в сентябре 21-го года начали бы эту связку принимать в феврале этого же года. Значит, где-то в мае начались какие-то подвижки, а в сентябре что вы на этой дозировке 600 и 60? Вот что вы почувствовали? А теперь подробно опишите. Начали чувствовать какую-то активность. Просто активность, заряд уже более-менее сил каких-то, желание было найти работу на этом фоне, искать что-то. В общем, одним словом, жить просто хотелось. То есть, разумеется, если говорить простыми словами, человек, который болеет, например, просто гриппом. Конечно, когда человек болеет гриппом, он тоже абсолютно лежит в постели и ему не доработают. Когда у него озноб, насморк, температура его ломает, и единственное, что он хочет это выздороветь. Вот. И для тех людей, которые никогда не сталкивался, и, надеюсь, слушатели, которые просто из интересов психоанализа это все смотрят и так далее, я желаю никогда... Никогда! Никогда! Боже упаси, кого-нибудь столкнулся с такими вещами. Ни на одном рентгене не видно, ни на каком снимке. Это не перелом, это не... Это что-то такое, что сидит в глубине, то, к чему невозможно прикоснуться. И выяснить это можно, ну, как правило, словом, разговором, а потом уже слава медицине, науке, что она, ну, действительно создала такие препараты, потому что во время, да... То есть, лет так 50 тому назад, я просто не представляю, сколько людей от этого уходило, погибало и так далее. И сейчас продолжает погибать, если не встречают в своей жизни такого человека, как... Нет, 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 давайте, давайте без этих панигериков, давайте так скажем. Ладно. Значит, я сделаю маленькое, 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 дам вам немножко отдохнуть, 5 минут своих, 5 копеек сброшу. Значит, проблема в общем, это и для вас важно, и для слушателей. Вот, скажем так, почему, почему первая консультация, я выставил этот диагноз? Ведь, по сути дела, это был неправильный диагноз. То есть, правильный бы диагноз, что депрессия, это был правильно, но неправильный, что тревожное. Почему? Потому что, действительно, значит, все говорило в пользу того, что это тревога, 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 тревога. Значит, я все-таки предполагал, если раз, я тогда не думал ни о биполярном спектре, ни о чем, я думал так, значит, ну, не знаю, что, значит, все-таки раз, эс, эталапрам. То есть, я понимал, что пациент тяжело болит. Я понимал, что это непростой случай. Это непростое и нелегкое заболевание. Но дальше этого я еще в декабре 2020 года не пошел. Я думал так, я еще очень хорошо в динамике не наблюдал пациента, не знал его, это была первая беседа. Поэтому я, исходя из того, что когда-то помог эс, эталапрам, а после этого ничего больше не помогало, я решил все-таки возобновить. Но, увы, эс, эталапрам, в общем-то, не помог. Значит, следующим шагом это было с учетом болей, с учетом вот этих 3А, да, ангидония, значит, апатия и абулия, назначить дулоксетин. Почему? Потому что это все-таки такой препарат дуальный, он действует и на серотонин, он действует и на норадреналин, и в какой-то мере на допамин. Опять не помогло, опять не помогло, то есть, там было достаточно времени, там прошло, я даже не знаю, ну, несколько месяцев, и я вижу абсолютно, пациент страдает, пациент мучается, и вот тут, значит, естественно, я уже другими словами посмотрел на, скажем так, это, конечно, спекулятивное, это недоказуемое, но я другими словами, глазами посмотрел на вот то улучение на циталапраме, которое там было за 2 или за сколько лет, значит, тому назад вспомнил вот эти слова пациента, что как я себе, что то, что было со мной до вот этого состояния, это не жизнь, понимаете? Вот это вот, казалось, вначале я не обратил на это внимание, вот, а потом я сделал на это внимание, обратил внимание, то есть, у меня все-таки сложилось впечатление, еще поговорил о семейно-наследственной предрасположенности, об условиях, там, воспитании и так далее, и так далее, я все-таки пришел к мысли, что, скорее всего, это как минимум биполярная депрессия, вот, но где-то далеко-далеко я все-таки расценил вот то влияние отличное на эсциталапраме, во-первых, это была заслуга не эсциталапрама, это я больше чем убежден доказать, естественно, мы не можем, это психиатрия, тут ничего доказывать нельзя, это первое, а второе, что пациент находился тогда все-таки не в ремиссии, хотя он считал, что он находится в ремиссии, он был работоспособен, я помню даже, по-моему, вы рассказывали, что в этот период вы даже и, значит, по обмену были, значит, за границей, да, и там изучали язык и были очень активны, да, правильно, я не ошибаюсь. Ну, это прям такие, как мне казалось, что я-то еще не знал, как это называется, тогда они были такие, первые рецидивы, это было, когда мне 17 лет, 18. Нет, ну, я помню, я помню, там было две поездки, одна поездка была хреновая, а одна поездка была очень продуктивной, понимаете, да, вот это я помню, вот, поэтому, поэтому я все-таки пришел, что это заболевание, я не ставил бар, почему, потому что я не видел явных, скажем так, гипоманиакальной фазы, но все-таки, 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 вот эта резистентность, вот эта такая вот, вот эта тяжелая степень депрессии с синдромом 3А, то есть меланхолия, это все-таки чаще всего, сейчас я уже далеко продвинулся в этом вопросе, я, в общем-то, когда я вижу, что человек пишет мне, я 5 лет лечусь, я использовал всевозможные антидепрессанты, я использовал добавление антипсихотиков и ничего, и не взад ногой, не, значит, куда-то там в небо и так далее, и так далее. Значит, я моментально, я моментально уже могу отнести вот таких пациентов все-таки к тяжелым меланхолическим депрессиям, резистентным депрессиям, но я уже не ставлю депрессию, я уже ставлю депрессию в рамках бар или биполярная депрессия, вот, это разные вещи, и, естественно, я тут же широко, если кто-то вот посещает мой форум, он замечает, что я очень широко, особенно там, где я сталкиваюсь, где не помогает антидепрессант, я вообще, и не один, а куча, я их вообще отменяю, и назначаю нормотемическую терапию, начинаю с ламатрижина, очень часто он его плохо переносит, приходится заменять либо левитироцетамом, либо этим вот окскарбозепином, больше я не использую никакие препараты, и если на монотерапии ламатрижином не удается достичь, я добавляю еще небольшую дозу седолита, то есть лития карбоната, где-то 250-300 миллиграмм, если и это не помогает, и тем более, если пациент жалуется на то, что он страдает, значит, плохим сном, он плохо спит, я добавляю еще и небольшую дозу, скажем так, атипичных антипсихотиков, чаще всего это квитиопин в небольшой дозе, 25-12,5-25, максимум 50 миллиграмм, или аланзопин, аланзопин, кстати, при биполярных расстройствах действует гораздо сильнее, чем квитиопин, но тоже маленькую дозу, при наличии вот этих двух, значит, нормотемиков противосудорожного, значит, из класса лидиев, солей лидия, значит, тот же аланзопин, 1,25-2,5 максимум, вот, как поддержка, и вот на этой триаде, я ее называю триадой, триада, ламатрижин, или еще другой, вот как у вас, у вас, окстер, значит, карбазазепин, поскольку ламатрижин не переносится, дальше, я уже не помню, назначил ли я вам этот вот седовит, но бог с ним, это мы сейчас дальше выясним, значит, седовит там, где мне помогает, и небольшую дозу, очень небольшую, крошечку буквально, значит, антипсихотика, если больной говорит, что антипсихотик мне не помогает, или я его плохо переношу, то я его, могу от него отказаться, но в целом это, вот это триада, причем, причем, я вот больным прямо так и пишу сейчас, что если вы будете продолжать принимать антидепрессант, я сейчас не о вас говорю, я сейчас говорю вообще о заболеваниях вот этого, биполярного, вот, их довольно много, где-то 20% всех депрессий, особенно вот эти терапии резистентные, это по сути дела рецидивирующие депрессии, значит, терапии резистентные депрессии, длительные депрессии, длящиеся годами, вот, и так далее, это, с моей точки зрения, это, конечно, депрессии в рамках бар, вот, там, скажем так, в рамках фазы, депрессивной фазы, поэтому, если я вижу, что антидепрессанты не помогают, они абсолютно не помогают, то есть, я вижу, ну, скажем так, вот, я могу вам сказать честно, что эсциталопрам, это вот мое глубочайшее убежение тогда, вы, конечно, можете не согласиться, но это я должен высказать и вам, и слушателям, что, с моей точки зрения, тогда это было действие не эсциталопрама, это не эсциталопрам, потому что уж слишком хорошо, слишком хорошо, это был все-таки спонтанный какой-то переход в состояние гипертимности, гипертимность – это легкая приподнятость настроения, но немножко перехлестывающая, обычная, и вот эти ваши слова, что до того, до того я, по сути, дела не жил, а вот в тот период, вот это таки была жизнь, почему? Да потому что человек, находящийся в гипомании, в мании, мания – это вообще психоз, маниакальный психоз, вы знаете, это психоз, это еще, я не знаю, что хуже, депрессия или мания, потому что в депрессии там самое страшное, что человек может сделать в рамках бару, он может покончить жизнь самоубийством, ну и страдания, а здесь он может делать долги, он может, значит, хулиганить, он может, значит, превратиться, я не знаю, в какого-то разгильдяя, в общем, какого-то импульсивного человека, но он чувствует себя при этом великолепно, он Господь Бог или полубог, в мании он Бог, в гипомании он на четверть Бог, он все можно море по колено, вот. Вот, поэтому, поэтому, поэтому я все-таки пришел к этому заключению, и считаю, что так оно и есть, вот, но почему я не, я добавил этот нормотемик, но почему я не отменяю эстетолопрам, то есть это, дулоксетин, ну, вы знаете, честно признаюсь, я побаиваюсь его отменять, почему, потому что я на 100% не уверен, что все-таки он в какой-то мере не сработал, хотя, по идее, по идее, в большинстве случаев, вот, я все-таки отменяю антидепрессанты, вот, но, 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 вот, по идее, я и тут должен был, ну, и честно хочу сказать, а почему, потому что я настолько счастлив, счастлив, что пациент начал работать, что пациент начал встречаться с девушкой, не зная, что его заставило сейчас обратиться, я предполагаю, что может быть какое-то и ухудшение, потому что обычно, если человек чувствует себя великолепно, он не обращается, а обращается тогда, когда становится хуже, но я был настолько счастлив, что, наконец-то, этот страдалец, значит, стал постепенно, я не хочу сказать, что на 100%, но что он начал работать, что он, значит, уже и девушке, да, ему и никаких интересов, и никаким девушкам, вообще никаких интересов не было, а теперь и девушка, и так далее, и обращаться стал очень редко, понимаете? Я хочу подметить еще такой вот, сделать такой экскурс в эту, к слову, сказать быстренько, что на этом целом у меня сильно подавился тестостерон, и у меня его не было, поэтому это, возможно, и ухудшало состояние еще сильно, тестостерона не было, ноль, зеро. Вы добавили тестостерон, вы понимаете? Я вам хочу вот что сказать по поводу тестостерона. Тестостерон, да, действительно, он является одним из аугментаторов, но, с моей точки зрения, с моей точки зрения, всегда возникает вопрос, а что первично? Низкий тестостерон и, как следствие, депрессия, или депрессия и, как следствие, низкий тестостерон, понимаете? Это, вот это ключевой вопрос, что причина, а что следствие. Поэтому, поэтому тестостерон, в общем-то, он в некоторых, в небольших случаях, добавление тестостерона помогает, вот. Но для этого, что надо было бы сделать для того, чтобы быть четко уверенным, что да, действительно, это не, причина не низкий тестостерон, а низкий тестостерон, это следствие депрессии. Надо было, конечно, не назначать трилептал, а надо было вначале назначить заместительную терапию тестостероном. И если вы на дулоксетине и на тестостероне, значит, вы вошли бы вот в то состояние, в которое вы вошли, тогда, естественно, мы могли бы сказать, да, тестостерон, значит, играет существенную роль в этом, вот. А поскольку это все произошло на дулоксетине, на окскарбозепине и на тестостероне, кто может дать, значит, поклясся и сказать, что вот да, это от этого или от этого, или от этого никто? Ну, это точно не тестостерон, потому что я начал делать искусственную инъекцию, чтобы во мне началось вот это индуцирование этого гормона. Это еще перед приемом трилептала я сделал там порядка шести инъекций, чтобы у меня начало... А, вы сделали? Ну, конечно, и он не помог. Ну, значит, 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 тестостерон, тестостерон, может быть, это надо было к эндокринологу, может быть, там какие-то и другие причины, я не знаю, но самое близкое, что лежит, что все-таки тестостерон, это последствия все-таки депрессии. Почему? Потому что мужчины горячие, южане, да, южане, вот. Кстати, южане, они чаще всего лысые, то есть у кого много тестостерона, те лысеют очень. Вот женщины, почему женщины в старости начинают терять волосы? Потому что у них эстрогены уходят, начинает бородочка расти, усики расти, и они начинают урежаться волосы. Поэтому не все мужчины, есть мужчины, которые до старости, значит, доживают, и прекрасная шевелюра, прекрасная шевелюра. А вот южане, южане, они очень часто, то есть вот там, где у южан очень много тестостерона, то есть, естественно, что тестостерон делает активным, он делает активным. А если депрессия, вот, значит, она же делает это, значит, вполне вероятно, если тестостерон заместительной терапии вам не помог, значит, это не причина, а, скорее всего, низкий тестостерон, это следствие депрессии. Конечно, конечно, не причина. Это я объясню. Но вы знаете, но некоторые так думают, пациенты, и я их могу понять, но я как врач должен, естественно, почему, это принципиальный вопрос, потому что если проблема действительно в тестостероне, тогда лечение надо, значит, только тестостероном проводить, и все. И если действительно мы даем, я, вы знаете, вспоминаю, я же диабетом болен с 8 лет, и вот второе мое, скажем так, пребывание в клинике в Харькове, Харьков несчастный, который сейчас, значит, обстреливается и рушится, и так далее, Рыморская, 24, мне было, по-моему, 13 лет, 57-й год, да, 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 44-й, 13 лет. Я его помню, покойный профессор Капиллович Марк Абрамович, это еще и старых профессоров, золотые пенснея, солидные, я помню, пижамы тогда, все больные ходили в пижамах, то есть выдавали пижамы, это было в те времена. Он, значит, опустил мне эти пижамные брюки, посмотрел мне на Монс Пубис, на лобковую кость и говорит, отстают вторичные половые признаки. То есть он считал, что в 13 лет у меня уже должно было бы здесь оволосение, и мне был назначен тестостерон в таблеточках, и действительно, и действительно, это, конечно, от диабета шло все, и действительно, через некоторое время, где-то через полгода, год, у меня появилось уже, я всегда еще был наивный, то есть у меня появилась полюция с выбросом, уже сформировалась даже с первого. Вот это действительно как раз и свидетельствовало, что был низкий тестостерон. Почему? Он моментально ускорил, и все, и с тех пор, конечно, у меня и бородища, тут, правда, нет, но везде волосы есть, и тут, и там, и все, только на голове нет. Ну, вот так вот, это просто такое.